Денис Чередов И вот буквально час назад стало известно, что в Нью-Йорке были арестованы четверо молодых людей. По данным следствия, они планировали атаковать мусульманскую общину в поселении Исламберг. Это северная часть штата Нью-Йорк. Для атаки подозреваемые в терроризме планировали использовать взрывчатку. Полицейские и сотрудники спецслужб задержали Брайана Каланери, Эндрю Крайсела, Винсента Витрамилли и 16-летнего подростка. Вот его имя пока не называют. Сейчас все они находятся под стражей в округе Монром под залогом. За них назначены два вида залога от 50 до 100 тысяч долларов США, которые на данный момент никто не внес. Мы будем следить за развитием ситуации. Полицейские Нью-Йорка задержали 13-однолетнего Хосе Бизона, который сбежал из-под стражи в минувшую субботу. Бизона подозревают попытки изнасилования. По данным НВПД, его имя не раз попадало в криминальные сводки. Напомним, мужчине удалось вырваться из рук полицейских всего в нескольких метрах от следственного изолятора в Бруклине. В поисках сотрудники правоохранительных органов использовали кинологов и даже вертолеты. Однако выйти на след подозреваемого помогли рядовые жители Нью-Йорка. Они узнали мужчину на фотографиях, которые опубликовали полицейские на своем сайте. Ну и в Нью-Йорке сотрудники правоохранительных органов возобновили поиски мальчика, который пропал в городе еще 9 лет назад. 22 января 2010-го Патрик Алфорд исчез из своей приемной семьи. Ему было всего 7 лет. И вот сейчас появилась некая информация, которая заставила следователей возобновить расследование. Они уверены, что Патрик может быть жив. Программисты с помощью спецпрограммы смоделировали фотографию. Так подросток должен был выглядеть в 2015-м. Эти снимки волонтеры и полицейские сейчас раздают жителям восточной части Нью-Йорка. Именно там и пропал мальчик в свое время. Известно, что за несколько лет в рамках этого дела следователи провели 14 тысяч опросов. На этой неделе департамент объявил вознаграждение в 12 тысяч долларов за информацию о местонахождении подростка. Другим новостям обвиняемый в убийстве 30-летней жительницы Нью-Йорка Карины Витрана предстанет перед судом повторно. Отбор присяжных заседателей начнется 12 марта. Напомню, Карину Витрана пропала в августе 2016-го после ежедневной пробежки в парке Спринг-Крик. Известная среди пользователей Инстаграм спортсменка не вернулась домой. На поиски Катрины отправился ее отец, он обнаружил тело дочери в лесу. Судебно-медицинская экспертиза установила, что она подверглась сексуальному насилию. Полиция исследовала образцы ДНК, обнаруженные на останках погибшей, однако они не принадлежали ни одному преступнику, данные которых имели в специальной базе. Установить личность подозреваемого удалось лишь спустя 6 месяцев. Им оказался местный житель Шанель Льюис. На первом процессе присяжные заседатели отказались выносить ему вердикт из-за нехватки доказательств вины подозреваемого. И вот стало известно, что в марте этого года Льюис предстанет перед новым судом присяжных заседателей. Причиной ДТП в Манхэттене, в результате которого погиб человек, стала гололедица, сообщает департамент полиции города. Авария произошла на Вест 155 улицы. Водитель Тойоты Камри, за рулем находилась женщина, не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу, зацепив несколько припаркованных автомобилей. Тойота на огромной скорости врезалась в барьер, а затем перевернулась и загорелась. Водитель скончался на месте, а 37-летний пассажир Элвис Фернандес смог выбраться из искореженного автомобиля. Сейчас он находится в больнице. Нью-Йоркцы пережили самый холодный день в 2019-м. Впереди, конечно, еще февраль. Но, тем не менее, пока понедельник, 21 января, запомнится многим, кто остался в Большом Яблоке и рискнул выйти на улицу. И если город Нью-Йорк снежный шторм обошел стороной, то некоторые жители штата до сих пор откапывают свои дома от снега. Подробности в репортаже дежурного по Нью-Йорку. В деревне Скотти в штате Нью-Йорк выпало рекордное количество снега. Как только местные жители смогли выбраться из своих домов, они сразу же приступили к расчистке сугробов. Местные чиновники, конечно, предупреждали о снежном шторме и о том, что, к примеру, пенсионерам лучше воздержаться от физической активности на морозе. В понедельник полицейские передают срочное сообщение. Возле одного из домов найдено тело 70-летнего Фрэнка де Масси. По словам врачей, сердце мужчины не выдержало, когда он решил избавиться от снега в своем дворе. В результате зимнего шторма, который обрушился на восток США, погибли как минимум пять человек. Температурный рекорд был зафиксирован в городе Нью-Йорк, сообщает Национальная метеорологическая служба. В некоторых районах Большого Яблока столбик термометра показывал минус 16 градусов. Правда, с пронизывающим ветром жители и гости мегаполиса ощущали все минус 25. Смотрите, какая прекрасная картина за моей спиной. Это водопад Брайн-парки, который сегодня утром превратился в одну сплошную глыбу льда. Но вот когда немного потеплело в городе, фонтан заработал, не полностью он сейчас функционирует. Несмотря на морозную погоду, некоторые люди все-таки пришли сюда, взяли коньки и пришли покататься на этот каток. Посмотрите, сколько людей сейчас вы увидите на катке. Несмотря на то, что сейчас очень холодно, здесь дует ветер. Ну, некоторые просто приехали специально и не побывать на катке Брайн-парке просто не могут, потому что волей судьбы они оказались здесь сегодня в Нью-Йорке. Губернатор Нью-Йорка предупреждал жителей о надвигающемся шторме еще на прошлой неделе. Однако в сам город вместо снежной бури пришли морозы и сильный ветер. Люди едва держались на ногах. Правда, большинство нью-йоркцев в этот понедельник оказались за городом, отмечая праздник – День Мартина Лютера Кинга. В штате Нью-Йорк у нас сейчас больше ресурсов для борьбы с чрезвычайными ситуациями, чем это было ранее. К сожалению, мы уже не первый раз сталкиваемся с подобной ситуацией. Мы уже знаем, что такое экстремальная холода. Если у вас нет необходимости выезжать на дорогу, оставайтесь дома. В засниженных районах до сих пор работают представители аварийных служб. Если вы остались на дороге в этот момент, обращайтесь за помощью в экстренные службы. Помните, что одна машина, застрявшая на дороге, может привести к многокилометровым пробкам. В Манхэттене рано утром образовались пробки. В районе 23-й улицы водитель грузовика не справился с управлением и резко затормозил на скользкой дороге. В итоге от кабины автомобиля оторвался прицеп и врезался во вход метро. Станцию закрыли на несколько часов. В это время полицейские с помощью спецтехники пытались убрать огромный прицеп с дороги. Синоптики предупреждают жителей и гостей Большого Яблока. В ближайшие дни в городе ожидаются перепады температур. В среду будет плюс 7 градусов, а в четверг воздух прогреется до 13 градусов по Цельсию. При этом в Нью-Йорке пойдет дождь. Денис Чередов, Зал Чичио и Алексей Постников, RTVI, Нью-Йорк. И в то время, когда в Нью-Йорке температура воздуха опустилась до минус 10 градусов по Цельсию, около 10 тысяч жителей города оставались без тепла и горячей воды. Об этом сообщает телеканал Пикс-11. К журналистам обратились жители домов, расположенных в Бруклине. Жалобы поступили именно о тех жителей, которые арендуют квартиры по специальной социальной программе. Больше всего недовольных в районе Бушвик. Но вот как только репортаж показали в эфире, в большинстве домов появилось отопление и горячая вода. Но в отдельных случаях сейчас разбираются члены специальной комиссии, созданной при мэрии города. К другим новостям в Нью-Йорк не приедет российский певец Эмин Агаларов. Бывший зять президента Азербайджана отменил американский тур из-за дела Раша Гейт. Как рассказал в интервью СНН адвокат музыканта, гастроли по Соединенным Штатам, в том числе в Нью-Йорке, были отложены в результате неудачных переговоров с командой спецпрокурора Роберта Мюллера и Конгрессом. Команда Агаларова пыталась договориться о формате показаний певца по делу о российском вмешательстве в американские выборы. Его цитата «Эмин мог бы приехать с выступлениями, но мы бы не хотели, чтобы ему вручили повестку или не выпускали из Соединенных Штатов под предлогом необходимости дать показания». Конец цитаты. Тем временем сам Агаларов записал обращение к тем, кто уже купил билеты на его выступления. Конец цитаты. Редакция программы дежурного по Нью-Йорку проверила пару сайтов по продаже билетов на концерт «Эмина». И вот в обеденные часы сегодня, например, на сервисе «Тикетмастер» билеты на выступления певца в Нью-Йорке еще можно было купить. Правда, места были практически все раскуплены, остались только на балконе от 77 долларов за билет. Вот непонятно, почему владельцы сайта или организаторы концертов «Эмина» до сих пор предлагают билеты на шоу, которого не будет, по словам самого же певца. Но и мы обязательно будем следить за этим скандалом. Главное, чтобы теперь всем тем, кто уже заплатил за билет, вернули деньги. К другим новостям. В Бронксе появятся четыре новые железнодорожные станции. Об этом договорились транспортные компании МТА и Амтрак. Поезда будут курсировать от Пенсильванского вокзала и до пригорода Бронкса. Стоимость проекта – 695 миллионов долларов. Станции должны быть готовы к концу этого года. Но жалоб на работу компании МТА, которая обслуживает городской транспорт, меньше не становится. Ксения Муштук попыталась выяснить, что опять пошло не так. Никогда такого не было, и вот опять в метро Нью-Йорка снова задержки. Причем в 11 направлениях на трех самых популярных ветках метро. Оранжевый, красный и желтый. И сегодня тысячи жителей Нью-Йорка снова опоздали на работу. Транспортная компания МТА, которая отвечает за городскую подземку, оправдывается. Все дело в медлительности пассажиров, которые долго заходят в вагон. А еще в Нью-Йорк пришли морозы, пути замерзают. Но главная причина постоянных задержек – это скорость движения поездов. По словам экспертов, она самая низкая по США – в среднем 27 километров в час. И эти правила действуют с 1995 года. Тогда ограничить скорость в городской подземке пришлось после крупной аварии. На Улимбургском мосту на большой скорости столкнулись два поезда. Ранения получили 54 человека. Машинист скончался на месте. Ограничения действовали почти четверть века. И вот теперь их решено изменить. Мы изучали каждый километр метрополитена. Особенно обращали внимание на сигнальную систему, пытаясь выяснить, где система дает сбои и все исправить. Проверка показала – в метро уже много лет неправильно работают более 300 сигнальных таймеров. Как раз эти приборы очень часто замедляют скорость поездов, когда в этом нет никакой необходимости. МТА пообещала все исправить и увеличить скорость поездов сразу на 24 точках. Причем вдвое до 50 километров в час. Нововведение точно не коснется поездов ветки «Л». Пассажирам придется дольше добираться до пункта назначения. Но лучше так. Еще недавно «Л» собирались вообще закрыть на неопределенное время. Недовольство пассажиров Нью-Йоркской подземки вызывает и большое число бездомных в вагонах. И это после того, как власти города пообещали с ними бороться. В социальных сетях постоянно появляются ролики. Пассажиры снимают бездомных, которые практически живут в вагонах. Люди без определенного места жительства находят это место в вагоне поезда. Если бездомные ведут себя спокойно, полиция их не трогает. А если пассажиры все же не готовы к такому соседству, им просто советуют пересесть в другой вагон. Если заходишь в метро в полшестого утра, то там обязательно кто-то спит. И запах просто отвратительный. При этом журналисты NBC сегодня выяснили, что на аналитиков, которые работают с компанией MTA, за последние три года было потрачено 300 миллионов долларов. В то же время руководство городской подземки постоянно жалуются на нехватку финансирования. Именно поэтому в ближайшее время митрополитен Нью-Йорка планирует поднять стоимость билетов до трех долларов за поездку. Ксения Муштук, Наталья Латухина и Зал Чичио, телекомпания «РТВА». Недалеко от Нью-Йорка всего в часе езды на машине продается остров Петра. На нем расположены два дома. Их спроектировал знаменитый архитектор Фрэнк Ллойд Райт. А еще на острове есть вертолетная площадка и лодочный причал. Итак, стоимость объекта составляет 12 миллионов и 900 тысяч долларов. Ну, в общем, с налогом это будет примерно 13 миллионов. Первый дом был построен еще в 50-х годах. Второй – это просторная резиденция. Там есть четыре спальни, окна которых выходят на озеро Махопок. Архитектор спроектировал объект площадью почти 500 квадратных метров на острове еще в 1950 году. Но вместо него был построен лишь небольшой коттедж. Владелец решил, что не может позволить себе большой дом. И только в 2008-м новый собственник острова все-таки построил дом по проекту Райта. При этом здесь использовались только натуральные материалы. Всего же в комплексе шесть спален, три ванные комнаты, множество открытых помещений. Один из выходов резиденции ведет сразу на причал. Остров выставляли на продажу несколько раз. В 2017-м за него просили 17 миллионов долларов. Сейчас цена упала на 4 миллиона, но покупателя как нет, так и нет. Остров пытаются продать и с 2012-го года уже достаточно много. То продают, то не продают. Смотрите, там очень интересный дизайн, который был сделан в 1950-е годы. Он очень хорошо выдержан, он очень хорошо сделан, но тем не менее это дизайн в 1950-е годы. Это тем не менее недвижимость за 12 миллионов долларов. И это не та недвижимость, в которой, скорее всего, люди будут жить как основная резиденция. Это больше, так сказать, домик в деревне. Именно это как финансовые инвестиции не совсем выгодны. Во-первых, если не ошибаюсь, около 100 тысяч годовых. Это только налоги на землю. Плюс это не совсем та земля, которая будет арендоваться. То есть, конечно, можно его выставить на Airbnb, но это немножко другого калибра клиентов. Возможность добраться на этот остров, это или на вертолете, там есть своя посадочная площадка, или на, то есть, вот агент, который показывает на данный момент этот остров, они туда привозят на катере. Я думаю, что он будет продан, как и все другое, это вопрос цены. Спрос есть, остается только вопрос цены, это финансовые возможности, и чтобы совпало с желанием того человека, который хочет купить. К другим новостям жители Нью-Йорка помогли владельцу книжного магазина избежать банкротства. Несколько дней назад владелец заведения Дарьан Торнли заявил, что испытывает финансовые трудности и собирается закрыть бизнес. Книжный, расположенный на Бродвее между 80 и 81 улицами, проработал несколько десятилетий. Бизнесмен рассказал в социальных сетях, что в этом году продажи резко упали, а позже на известном сайте по сбору средств рядовые нью-йоркцы стали собирать деньги в поддержку магазина. Тогда бизнесмен пообещал, что если ему удастся собрать 50 тысяч долларов, магазин будет работать дальше. И вот в минувшие выходные на счете уже была зафиксирована сумма, превышающая 50 тысяч. Владелец уже пообещал, что потратит эти деньги на оплату аренды, рекламу в социальных сетях и, конечно же, на покупку новых книг. В Нью-Йорке началась неделя ресторанов. 380 заведений мегаполиса на это время готовят для посетителей специальное меню по невысокой цене. Например, пообедать можно будет всего за 26 долларов, а поужинать за 42 доллара. Это цена на двоих. Посмотреть на меню ресторанов, а также зарезервировать место и дату можно на специальном сайте. Сейчас вы видите его на своих экранах. Неделя ресторанов существует в Нью-Йорке с 92 года. Она начиналась как разовое кулинарное мероприятие, но очень полюбилась гостям и жителям города. Добавлю, что хоть и называется мероприятие «Ресторанная неделя», продлится акция ровно 14 дней. Отличная новость для поклонников творчества группы Queen. В эту пятницу, 25 января, по Нью-Йорку проедет двухэтажный автобус с надписью «Зажигай как королева». В нем будут ехать любители Queen и Фредди Меркьюри, а также, конечно же, все они будут петь песни группы. Автобус совершит шесть получасовых путешествий по Манхэттену. Туры запланированы с 10 утра и до 6 вечера. В автобусе будут звучать самые популярные хиты Queen. Интересно, что принять участие в мероприятии может любой желающий. Заявки необходимо оставить по адресу, который вы видите на экране. Поющий тур посвящен выходу на DVD фильма «Богемская рапсодия». Фильм, кстати, уже получил премию «Золотой глобус» и, скорее всего, выиграет одну из статуэток «Оскар». Житель Бруклинского Кони Айленда организовал сбор подписей с просьбой открыть в районе супермаркет «Трейдер Джо». В своей петиции Дэвид Гринберг пишет, что за последние годы на Кони Айленде построили 3000 новых квартир класса люкс. Планируется открытие 45 новых магазинов. А в 2021-м должен начать работу паром между Кони Айлендом и Манхэттеном. Но при этом местным жителям приходится ездить за 3-9 земель на машине или на метро за качественными продуктами и хорошим обслуживанием. Автор петиции считает «Трейдер Джо» идеальным сочетанием цены и качества. Его онлайн-компания уже собрала более 3000 подписей. Цель Дэвида – собрать 5000 и обратиться к руководству сети с просьбой открыть супермаркет на Кони Айленде. Идея совсем неплохая. На этом у меня все. Напомню, что в любое время вы можете связаться с нашей редакцией. Если вы стали свидетелем происшествия или сняли какое-то необычное видео, присылайте его к нам по адресу, который видите на экране. Вполне возможно, именно вашу новость мы покажем в программе «Дежурный по Нью-Йорку». А я Денис Чередов. Благодарю, что были с нами. Мы обязательно увидимся вновь на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин